И вот тут на свой момент, когда ты понимаешь, что здесь есть нельзя. Если, допустим, я нахожусь за границей, я никогда не буду кушать в меню, где есть картинки. У тебя гость довольный, у тебя вкусно, и у тебя имя правильно сохраняется. Постарайтесь, чтобы ему было вкусно и хорошо. Вот и все. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров, канал «Усадьба 4 сезона». Я основатель этой усадьбы, и сегодня мы снимаем видео в нашем новом ресторане «Калина Красная». И в этом видео я хочу вам рассказать, как гостю, зайдя в ресторан, проведя какое-то время, по каким критериям оценить качество работы ресторана, качество блюд и вообще всю эту систему, которая называется ресторан. Ну, так устроена, скажем так, психика человеческая или психология, что мы смотрим все с одного угла зрения, с точки зрения гостя. Но так вот получилось, что год назад мы открыли ресторан, теперь я уже смотрю на это совсем другими глазами, я знаю этот процесс изнутри. Ну, конечно, я не профессионал высокого уровня, там, ресторатор, но, тем не менее, я получил совершенно новый взгляд на эту историю. И в сегодняшнем видео я вам расскажу вот пять таких вот критериев, по которым мы сможем с вами правильно оценить качество заведения, качество блюд, атмосферу и так далее. Сегодняшнее видео мне поможет Николай, мы снимем в формате небольшого интервью, так будет, наверное, интересней, наглядней и мне, наверное, в чем-то проще. Николай, прошу, первый вопрос. Филипп, привет! Слушай, подскажи, вот я вижу вывеску ресторан, захожу туда, на что мне сразу стоит обратить внимание? Ну, конечно, первое, что я смотрю, это всегда интерьер, обстановку внутри, как устроено. То есть, вот, в принципе, всегда восприятие идет первыми глазами. И причем, я скажу так, вот я, допустим, такой дотошный человек, и я смотрю мелочи. Я не вижу там вот красивые какие-то детали, и остальное не замечаю. Я сразу вижу мебель, стены, двери. Вот если это все, скажем так, в каком-то лаконичном, приятном стиле, без оляпистости, без, не знаю, барокко, то мне уже как-то это все начинает становиться интереснее, скажем так. Конечно, вот когда ты сам этим позанимаешься, вот я занимаюсь оборудованием ресторана, знаю, что, сколько стоит, я, конечно, смотрю, вижу сразу дешевая здесь обстановка, дешевый интерьер, или люди потратили какие-то средства, потратили свои мысли, душу уложили. И я вот сразу могу это оценить, и, в принципе, по деталям интерьера, по мебели видно отношение хозяина к гостям. То есть это либо задача, чтобы люди пришли и оставили деньги, либо задача, чтобы люди пришли и приятно провели вечер. Были у тебя в жизни ситуации, когда ты заходил в ресторан, ну, и оттуда выходил, и такой, типа, боже мой, я здесь не буду. О, да, знаете, были такие ситуации, на самом деле, вот, ну, у меня такой склад характера, мне неудобно сделать людям, допустим, какое-то неприятное, какое-то замечание, или поставить их в неловкую ситуацию. Но были случаи, когда заходили в ресторан, садились за стол, брали меню, и вот тут на свой момент, когда ты понимаешь, что здесь есть нельзя. Ребята, вот четко, вот, я проходил это, один раз, несколько раз я перешагивал из-за своей, вот, там, ну, природной, скажем так, вот, неудобно, да, там, людям сделать неприятно. Сидишь и мучаешься, и кушаешь, что-то даже заказываешь, но на самом деле надо просто брать и уходить. Если не нравится, если вот чувствуете, что это не ваше, что какие-то сложились факторы, что, ну, не будет хорошего вечера, надо взять и уйти, и никто вас за это не укусит. Если кто-то что-то подумает, это вообще ерунда, пусть думают, что хотят. Если создана такая атмосфера, что человеку с первых минут неприятно, некомфортно находиться, он чувствует, что что-то не в своей тарелке, то, значит, надо встать и уйти, и ничего страшного в этом нет. А это что за факторы? Ну, вот у меня было несколько раз, это чистота, допустим, да, вот ты садишься за стол, и ты видишь, ну, какую-то вот, какую-то неопрятность за столом, рядом может быть где-то неопрятность. Ну, потом ты открываешь меню, и вот у меня было, причем такие полюсы были, открываешь меню и понимаешь, что это просто ширпотреб такой вот дешевый, такой прям как-то вот. Попсовое, да, ну вот меню составлено попсовое, типа картошка фри, там какая-то булка, или подделка, допустим, вот мы в Италии так попадали, туристическая подделка, ты приходишь вроде бы в итальянский ресторан, а там просто, просто сделано на поток, на туристов, не знаю, на кого там, на японцев, на китайцев, которые на один день приехали в Венецию, и просто вот, ну, пицца, но я понимаю, что это не пицца, и вот, то есть набор есть на слов, но это не те блюда. А есть другая, другой полюс, когда вот ты приходишь, садишься, тебе кладут салфеточку, там, какой-то красивый фужер, открываешь меню и не можешь понять вообще, что там написано, то есть какие-то там слова, очень много красивых названий, но непонятно, что это будет картошка, мясо, грибы, а это какие-то красивые очень названия. И я вот читал, читал тоже, кстати, по-моему, это в Италии было, но я думаю, и у нас там тоже есть, ну, перегибы, когда перегиб идет в сторону вот этой вот высокой кухни, ну, может быть, кому-то это нравится, но, скажем так, широкому потребителю это, ну, если ты пришел провести время, не хочется напрягаться, чувствовать себя в каком-то сосредоточенном состоянии, что здесь нельзя локти на стол положить, нельзя там, ну, что-то, какую-то оплошность совершить, или нельзя не знать вообще, как называется, что это, что это за там гифлопе, а ты не знаешь, что это такое вообще. Когда официант лучше тебя знает блюдо, ты начинаешь тоже, как бы, ну, немножко себя чувствовать стесненно. Я, по-моему, даже сказал, давайте я оплачу тут воду, что там принесли, ну, просто вот мы сегодня это не хотим кушать. Причем нас провожали с улыбкой, сказали, без проблем, вода бесплатна, все, то есть, ну, это вот другой уровень просто заведения, может быть, просто не по моему характеру, не по моему настроению, там, не по моему вечернему туалету в тот момент был. Смотри, окей, все, я остался в этом ресторане, мне принесли меню, я, допустим, даже что-то заказал. Про качество меню есть что сказать? Давай с этого начнем. Да, есть вот такое у рестораторов, да, такая четкая граница, что если меню с картинками, то это полная шляпа. Заведение, скажем так, невысокого уровня, да, это проходное какое-то место, может быть, для туристов, которые не понимают вообще, что едят, ну, что такое русская кухня или итальянская кухня. То есть, вот, когда в меню есть картинки, это вообще не камильфо. Ты разделяешь это? Если, допустим, я нахожусь где-то за границей, я никогда не буду кушать меню, где есть картинки, в таком заведении, где есть картинки, потому что это будет проходное место, где работают не местные жители, там, допустим, и будет не местная кухня. Это место, которое поставлено на поток для денежного оборота, все, не для того, чтобы люди получили удовольствие. По ресторанам, когда ходишь, начинаешь понимать, такая вещь такая, для чего создан ресторан. Многие люди создают ресторан, чтобы зарабатывать деньги. И, исходя из этого, строится вся система работы, и ты это чувствуешь. А есть вот у меня, допустим, есть друзья, мы так стараемся сделать, мы делаем ресторан, чтобы люди получили удовольствие от того, что они сюда пришли, да, а деньги, они из этого придут. Если человек пришел, получил вкусную пищу, хорошую атмосферу, приятное общение и хорошее обслуживание, то за этим придут и деньги. Вот именно психология руководителя, на самом деле, важна. То есть, если в голове деньги, это один подход, если в голове гости, это другой подход. Нужно все-таки думать о гостях. Ну, я так работаю, мы так считаем, так стараемся в этом направлении двигаться. Окей, Филипп, и вот я выбрал по меню, все правильно, мне принесли какое-то блюдо. Как мне правильно оценить это блюдо, вот именно с точки зрения профессионала? Вот я, допустим, как оцениваю блюдо, я всегда оцениваю по качеству продуктов, да, опять же, вот нужно посмотреть в тарелку и понять, из чего это сделано. Не знаю, может быть, это мне, допустим, легко понять, да, поскольку я занимаюсь и закупками продуктов, и мы свои продукты производим, и я вижу, из чего это сделано, что это за продукт. И очень важный момент, опять же, если деньги стоят во главе угла, то иногда люди стараются сэкономить, взять продукты попроще, подешевле. Есть вот несколько заведений, допустим, да, и я у них научился, я сам хожу, я понимаю, что люди на продуктах вообще не экономят. Покупают, как домой, вот помидор 600 рублей, 100 килограмм, вот берут по 600 рублей на ресторан. И да, там этот салат у тебя получается на выходе на 30 рублей дороже, но у тебя гость довольный, у тебя вкусно, и у тебя имя правильное сохраняется. В общем, смотря в тарелку, вот я, я все-таки пытаюсь посмотреть, увидеть продукт, из которого это сделано. Ну, увидеть, да, но потом начаешь пробовать, и вообще, как бы мы так устроены, что, ну, еще, видимо, это так пошло в процессе эволюции, что мы вкусом все сразу определяем. Можно создать очень красивую атмосферу, можно очень красиво написать, можно очень красиво подать, но когда ты начнешь кушать, ты сразу все поймешь. Либо вкусно, либо дешево, да, либо, может быть, вкус просто другой, не твой, но дешевизна, она сразу всегда чувствуется. Мне безумно нравится ваша подача окрошки. Расскажи, как вообще так получилось, и смотришь ли ты на подачу блюд в ресторанах? Да, я смотрю на подачу, всегда смотрю на подачу блюд в ресторанах, но тут вот как во всей жизни нашей, я часто упоминаю это слово, вот баланс. Нужно, с одной стороны, не просто положить там шматок там мяса и картошку в тарелку, да, это будет вкусно, это хороший продукт, но не будет эмоций, атмосферы, когда человеку принесут и положат, должно быть красиво. Но не должно быть вот перегибов, ну, по-моему, так, да, когда там какое-то представление создается вокруг блюда, там какие, не знаю, там фейерверк, там открываешь крышку, дым какой-то идет. Ну, вот мне вот как-то это кажется перегиб, то есть все-таки должно быть лаконично, но все равно красиво, это не как дома. Все-таки здесь люди пришли не просто насытиться, да, а люди пришли за эмоциями, да, за хорошим вечером, чтобы было что вспомнить, за приятной атмосферой. И, конечно, блюдо и его внешний вид, конечно, он создает эту атмосферу, в любом случае влияет. Момент, когда вот нам принесли блюдо, мы его покушали, мы его оценили, нам оно понравилось или не понравилось, на этом осмотр, на этом оценка ресторана заканчивается? Нет, не заканчивается. Дело в том, что ресторан это не только интерьер и блюдо, да, это еще и люди, которые работают в этом ресторане. Это, ну, соответственно, администратор в зале, это официанты, это повара. Несмотря на то, что, допустим, поваров ты не видишь, ты все равно с ними контактируешь через тарелку, да, ты видишь, как тебе подали. Вот работа именно людей, это тоже важнейший, скажем так, критерий оценки заведения и важнейший элемент в работе. Как ни крути, без людей хорошей работы не будет. Поэтому, конечно, если подходит недовольный к тебе человек, или там уставший, или с каким-то плохим настроением, то все, все, конец. Что бы тебе ни принесли, будет неприятный вечер. Конечно, от людей все зависит. То есть, когда тебе подходит человек, и он не просто там на тебя смотрит, блин, опять пришли эти гости, опять надо работать. А он приходит, и он радуется, пришли гости, наконец-то будет работа, я хочу, чтобы у них был хороший вечер. И ты вот это чувствуешь. Ну, конечно, работа официанта, она тяжелая, психологически тяжелая. Люди бывают разные. Бывают люди добрые, бывают люди надменные, бывают там снобы, бывает вот так вот там, человек. Но, тем не менее, как бы все равно ресторан, ну, официант, несмотря на то, что, допустим, мы за соседним столом сделали там какое-то неприятное замечание, или там какой-то, ну, как-то по-хозяйски с ним поступили, он подходит к новому столу, все, он должен перезагрузиться и общаться на лайте с улыбкой и с желанием создать человеку хороший вечер. И тогда вот эти все три компонента, когда складываются, хороший луконичный интерьер, вкусные качественные блюда из качественных продуктов, и добрые люди в обслуживании, ну, не только добрые, но еще и профессиональные, которые знают, что они делают, знают меню, знают блюда. Вот это все, когда складывается, тогда получается топ. Я слышал такую фразу о том, что хороший официант, тот, которого не видно, не слышно. Нет, ты знаешь, как бы, я тебе скажу так, что все-таки, ну, вот он, может быть, у нас в стране немножко такая система обслуживания, вот мне нравится вот в Европе, да, когда официант, он подходит, вот действительно, как будто к нему в гости пришел, он к тебе подходит, несколько слов спросит, там, как настроение, там, может быть, что-то про погоду, ну, и не такое, скажем так, дежурное выражение, да, а реально, как бы, как вот просто поговорить с человеком. Официант видит, что человек, там, смотрит меню и немножко задумался, да, допустим, или, там, что-то подсказать, потому что все равно официант в итоге должен блюдо знать все, вот, на 5 с плюсом, он должен знать, что из чего сделано, какой вкус, кто больше берет, вот это женщинам, это мужчинам больше подходит, и, соответственно, сходяется сделать какой-то, может быть, совет, но, опять же, вот баланс, то есть не лезть, там, возьмите вот это, возьмите вот это, потому что сразу у человека мысль возникает, что это приготовили вчера и сегодня надо взять и продать, вот, а нет, нужно как-то, вот, ну, подружески, даже не по-дружески, а, скажем так, по, ну, по-домашнему, вот, как будто я все время тоже девчонку говорю, вот, представьте, что вот люди пришли к вам в гости, к вам мама пришла к вам, вот вы хотите, чтобы она вкусно покушала, да, и вы постарайтесь, и гость тоже самое пришел, постарайтесь, чтобы ему было вкусно и хорошо, вот и все. Филипп, последний вопрос, вот, часто официанты спрашивают, вам понравилось? У меня всегда мысль такая, что они-то спрашивают просто так, ну, типа, вам понравилось, да, понравилось, классно, нет, не понравилось, ну, ничего страшного. На самом деле, наверное, в этом есть какая-то хитрость, да, то есть есть стандарты обслуживания и, наверное, есть в этом хитрость, но обычно, знаешь, как делают, я, как я вот анализирую, если это, ну, скажем так, запрограммированный вопрос, то подходит и спрашивает про самое лучшее блюдо, про которое ты не можешь сказать, что оно тебе не понравилось, но не знают козырные блюда свои, что оно в любом случае понравится, вот у нас, допустим, там, не знаю, шоколадный фондан, это вот я стопроцентное блюдо, и, конечно, если официант будет подходить, спрашивать понравился ли ему фондан, у человека создается послевкусие, что да, ему понравилось все, но хитрость в этом есть, скажем так, да, это такая, ну, скажем так, тактическая хитрость работы ресторана, она тоже необходима, нужно человек, чтобы все-таки зафиксировал, что да, ему что-то понравилось. Допустим, у нас мы обсуждали тоже эту тему, тут вот именно вопрос, что некоторые люди вообще не любят, чтобы к ним подходили и лишние вопросы задавали, а некоторые люди хотят поговорить, и вопрос должен быть все-таки, наверное, ну, честным. В принципе, задача вот этого опроса, ведь на самом деле, вот, допустим, у нас меню, оно сформировано на основании, там, наших вкусов, наших пристрастий, нашего понимания, да, вот моего повара, шеф-повара, жены моей, там, и так далее, но людей очень много, и вкусы у всех разные, и то, что нравится мне, допустим, может не нравиться 80% гостей, и поэтому тут, конечно, нужно, все-таки мониторинг какой-то нужен, что людям нравится, что не нравится, спрашивать надо. Наверное, не очень приятно будет услышать, да, допустим, официанту, если, допустим, он подойдет, спросит, вот это вкусно было или нет, по-честному хотел узнать, а ему скажут, знаете, что-то не очень. С другой стороны, надо все равно понимать, что без ошибок никто не работает, ошибки надо вылавливать, выцеплять, не просто дежурные фразы, а выцеплять, действительно, если что-то было невкусно, это катастрофа, и надо обязательно это исправлять. Поэтому, наверное, эти вопросы необходимы, но, опять же, не для каждого гостя они подходят. То есть, кому-то вообще не надо трогать, с кем-то надо поговорить, с кем-то проявить максимальную вежливость, с кем-то, там, услуживаясь, там, и так далее, все люди очень разные. Дорогие зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, на что вы обращаете внимание, когда приходите в ресторан, какие для вас реперные точки, скажем так, в заведении, на что вы в первую очередь, во вторую, в третью обращаете внимание при оценке заведения. Пишите в комментариях, мне самому, как хозяину ресторана, это интересно и важно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. С вами был я, Филипп Захаров, канал «Свадьба 4 сезона». Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok